Сегодня 13 января, день российской печати. Мы решили поговорить о средствах массовой информации. Для чего пригласили сюда, в студию, их представителей. Антон Голицын, журналист, обозреватель информационного агентства «Регнул» и Наталья Булок, главный редактор «Комсомольской правды» в Ярославле. Доброе утро. Здравствуйте, коллеги. Ну, во-первых, с праздником. С праздником. И вас также. Судя по вашим улыбающимся лицам, со средствами массовой информации и в Ярославле все хорошо. Они есть. Ну, я имею в виду, все же обычно плачутся, что газеты загибаются, интернет-ресурсы тоже разбавляются и поглощаются всякими какими-то крупными такими медиа-игроками. Что происходит на самом деле? Я давно живу на свете и давно уже в СМИ, и хочу сказать, что я слышу о том, что бумажные СМИ умирают уже очень много лет, и вот до сих пор они живы, есть, и совершенно не факт, что через год, через два, через пять лет они исчезнут. Потому что пока есть читатели, именно этих СМИ они будут... Хочу, да, вспомнить старый анекдот, то, что невозможно в интернет-сайт завернуть селедку, и невозможно телевизионной картинкой растопить печку или мангал у себя на даче. Поэтому бумажные СМИ, они всегда будут жить. Антон, в интернет-изданиях что происходит, мне кажется, что есть борьба конкурентная? Да, конечно, борьба есть, и это на самом деле всегда хорошо, потому что позволяет читателю выбрать самому то средство массовой информации, которое он доверяет, которое ему ближе. И сами средства массовой информации это прекрасно понимают и стараются сегментироваться, да, то есть писать непосредственно для той аудитории, на которую они рассчитывают. И часто мы видим даже в Ярославле достаточно много информагентств, интернет-сайтов, которые, казалось бы, пишут об одном и том же, но аудитория у них совершенно разная, потому что они пишут по-разному. Некоторые пишут все предельно упрощая, другие стараются уходить в какую-то глубину сложной с аналитикой. Зависит ли работа и задачи журналистов в зависимости от того, печатное это издание или интернет-издание? Комсомольская правда – это не только бумажная газета, это одна из первых газет, одно из первых издательств, которое перешло в интернет, и сайт существует уже больше 10 лет. Плюс очень достаточно долгие годы существовало КПТВ, и в ближайшее время появится Комсомольская правда радио, поэтому говорить о том, так вот узко, о том, что мы только газетные СМИ, неправильно. И что самое очень важное, то, что и в газете, и на сайте, и на телевидении, и на радио работают одни и те же люди. А новости мы ищем везде. Вот первое, что всегда я говорю, дорогие ребята, вот идете на работу, от дома до работы, откройте широко глаза, откройте широко уши. Ага, вот здесь нечищенная дорога, вот здесь навестит жуткая сосулька, вот здесь вот что-то намечается, там много-много шариков вывесили. Уже новости появились. В Террансоне, я думаю, что мы спросим, зачем охотитесь вы? Ну, мы больше пишем на тему политики, экономики, социальной сферы. Часто мы сами стараемся привлекать внимание людей именно к тому событию, которое нам кажется важным. А вообще, в целом, я хочу сказать, что сейчас разрушилась традиционная вот эта модель, к которой привыкли в 20 веке и в 19, и еще раньше, когда вот есть некий журналист, передающий информацию, который собирает информацию и передает, а есть читатель, который употребляет и воспринимает. Сейчас фактически разница между читателем и журналистом стерлась. И каждый сам себе журналист в социальных сетях, и многие журналисты постоянно сидят там и ищут вот как раз эту информацию, которую собирают так называемые условные народные корреспонденты, которые действительно видят... Блогеры, или нет? Блогеры, видят что-то вокруг себя. И разница между теми и другими стирается все больше и больше, и такая тенденция, она вообще в целом характерна для современной жизни. Соответственно, журналисты, редакторы, профессиональные сотрудники медиа, они будут более модераторами вот этой информации, так сказать, людьми, которые разруливают вот эти информационные потоки, что-то вытаскивают и делают более значимым, более доступным для всех, а что-то наоборот не замечают. Уцепившись за слово модератор, я хотела бы добавить, что СМИ в ближайшее время уже становятся и в ближайшее время будут продолжать усиливать свою эту функцию как коммуникаторы. Потому что СМИ находится как раз на том перетечении точек между властью, населением, бизнесом, и все вот это сходится вот именно в этой точке. А как часто СМИ выступают в интересах и действуют в интересах власти? Самый основной термин, который я бы вот на нем прямо вот еще раз подчеркнула, и этот термин, это партнеры. СМИ, партнеры с бизнесом, партнеры с населением, партнеры с властью, и вот это партнерские отношения, они самые главные. И СМИ тогда поддерживают, да, власть и совместное действие, когда в общих интересах это идет. Я бы не придерживался такой исключительно оптимистической точки зрения. Все мы знаем, что, конечно, наиболее массовые средства массовой информации в нашей стране, они так или иначе подконтрольны государству. Конечно, есть желание власти делать СМИ, так сказать, своим именно пропагандистам и агитаторам. Агитаторам, да, но развитие как раз интернета активно, достаточно этому противостоит. И самое главное, что власть не должна видеть вот в любом другом мнении своего врага. Да, она должна уважать это другое мнение, даже когда есть определенная критика, надо ее нормально воспринимать, стараться работать лучше и справляться. В чем видите развитие средств массовой информации, перспективы? Конечно, сейчас меняется все очень быстро, и, может быть, через год мы найдем что-то такое, что не было нам известно сейчас. Но вот ближайшее направление – это, конечно, соцсети. Это уход СМИ очень многих в соцсети. Сейчас предсказать будущее очень сложно, потому что оно зависит во многом от технологий. То есть появление смартфона изменило вообще жизнь СМИ практически, и мы не знаем, что будет придумано завтра и послезавтра. Может быть, будут изобретены такие технологии, которые там отменят все, что мы сегодня видим вокруг себя. Может быть, конечно, журналисту в таком виде, в котором мы сейчас его знаем, он будет уже и не нужен. Я бы все-таки оставила перспективу за человеком-журналистом. Ну, мы, конечно, будем отстаивать, право, человеком. Оптимистично, да, заканчиваем на оптимистичной ноте. Еще, я думаю, что, по крайней мере, у нас будет много гостей, у вас будет много новостей, и поводы в такой разнообразной и большой, и сложной зачастую, но интересной жизни всегда находятся. Спасибо. Спасибо.